Продолжение следует... Сегодня у меня рецепт для тех, кто любит селёдку под шубой, но хочет попробовать её в каком-то новом варианте. Ну что, приготовим что-нибудь простое, бюджетное и интересное. Раз, два, три, четыре, пять яиц первой категории 200 г. Все хорошие мальчики и девочки сразу же убирают халазу. 50 г сметаны, соль, перец, духовка в это время уже разогревается до 180 градусов, размешивать до однородности. Вареную морковь 100 г натираю на крупной тёрке, не используйте сырую, будет невкусно. Добавляю к яйцам, сюда же свежую зелень, какая вам нравится, укроп, петрушка, зеленый лук. Нет свежей, используйте любые сухие приправы, но со свежей красиво. Форма 30 на 30, так как у меня подходящий нет, я использую свернутый пергамент, тоже подойдет. В избежание неожиданностей смажу его растительным маслом и вылью омлетную смесь. Немного помогу моркови распределиться равномерно. Морковь. Почему морковь? Ну, во-первых, потому что красиво. Во-вторых, я же делаю вариант селедки под шубой. Да-да, а вы не знали. Духовка разогрелась, отправляю на 7-8 минут, как яйца схватились, готов. Готов. Пусть остынет и всегда это лучше делать на решетке. А пока омлет остывает, натру на крупной терке 200 г вареной свеклы. Возрадуйтесь, ненавистники чистых человеческих рук. Я надела перчатки. Я думаю, что скоро образуется лига фанатиков и у них будет такой лозунг. А я беру 3 г желатина, добавляю к нему 15 г воды, 200 г малосольного филе сельди. Нарежу мелким кубиком, хотя если вы предпочитаете другие геометрические фигуры, пожалуйста. И еще помельче, не ленитесь. Селедка идет к свекле, что может быть крепче данной дружбы. Если вы последовали за мной и замочили желатин, растопите его, если горячий дайте остыть. Добавьте ложку майонеза и перемешайте. И заправьте этим майонезом селедку со свеклой. Если очень хотите добавить сюда лук, можно это сделать, но тогда лук нужно предварительно замариновать. Если не хватает, добавьте еще немного майонеза. Я добавлю пол ложки. Возьму чистый лист пергамента и переверну на него омлет. И нанесу на него начинку. Сбоку до края можете не доходить, потом она при перемещении все равно сама до края дойдет. Я распределяю не совсем ровным слоем. Вот этот край, от которого я сворачиваю рулет, около него я сделаю немного больше начинки. И наношу ее на две трети всей площади. Ну вот так я решила. Помочитесь вот с этим первым витком. Заверните его в пергамент. Проследите, чтобы лежал он швом вниз. Шов не пергамент, естественно, а омлета. Вернее, уже рулета. Все, в холодильник на несколько часов. Вот такой очень симпатичный рулет получился. Он, правда, немного покрасился с одной стороны, но общий вид это не портит. Но если вдруг это оскорбляет ваше эстетическое восприятие, смажьте его тонким слоем майонеза и посыпьте, например, тертым белком. Будет такой снежок. Ну, мне кажется, и так достаточно красиво. Ну вот и еще один вариант. Селедки под шубой есть в вашем арсенале. Вот такой замечательный рулет в стиле селедки под шубой у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте. А я желаю вам приятного аппетита. Ну что, попробуем. Очень вкусно, очень достойно. Действительно такая селедка в шубе, но в более легком ее проявлении. Приятного аппетита! Приятного аппетита!